Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня в рубрике «Тайские штучки» я расскажу вам о грибе линджи. Но только сразу предупреждаю, что разговор о нем будет длинный. Поэтому, кому интересно, оставайтесь со мной. Я уже рассказывала о чае с экстрактом гриба линджи, а сейчас показываю вот такую баночку. Тут, если смотреть издалека, это нечто похожее на грецкий орех. Но на самом деле это гриб, который очень похож на наш трутовик, который растет на деревьях. Ну а вообще в восточной медицине гриб бессмертия, или гриб линджи, или гриб рейши, или ганодерма, улучшает работу иммунной системы, регенерирует и восстанавливает организм. Ему можно петь оды, можно петь дифирамбы, можно слагать мадригалы. Настолько этот чудо-препарат эффективен, полезен. Ну вот в данном случае есть еще и аннотация на русском языке, здесь заклеен портрет производителя. Здесь есть знак качества GMP, что говорит о сертификации этого товара и о его высоком качестве. От разных производителей, разной упаковочки гриба. Это не важно. Важно, насколько он хорош, насколько он поразительно улучшает состояние здоровья человека. Ну и если вы наберетесь терпения и послушаете, только предупреждаю, рассказ будет достаточно долгим, но советую, все-таки советую заинтересоваться тем, что же это такое и на что влияет, что улучшает. Так вот, гриб улучшает мозговую деятельность, является онкопротектором, причем в области и доброкачественных, и злокачественных опухолей, восстанавливает практически все органы и системы организма. Этот уникальный гриб известен своими чудодейственными свойствами не один век. Это один из главных лечебных компонентов тибетской медицины, и ему присвоена высшая категория с точки зрения широты действия и отсутствия побочных эффектов. Также он встречается и в медицине других стран Азии, где он произрастает. В Таиланде его используют как витамины для улучшения работы иммунной системы, для людей, страдающих аллергией. В древних книгах Китая пишут, после длительного употребления линжи тело становится легким и нестареющим, продлевается жизнь. Современные научные исследования показывают, что эффективный состав линжи с фармакологической точки зрения оказывает действие в 10 направлениях и включает в себя полисахариды линжи, полипептиды, линжи, 3Т-пены, 16 аминотислот, белки, стерины, манитол, кумарин, алкалоиды, органические кислоты, микроэлементы самые-самые различные, и фосфор, и кальций, и железо, и марганец, и цинк, и даже еще не знаю, что еще, масса-масса других. Линжи обладает двунаправленным регуляторным воздействием на организм и эффективен при множестве заболеваний, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, пищеварительной, нервной, эндокринной, дыхательной, двигательной систем. Особенно выраженное воздействие наблюдается на опухоли различной локализации. Линжи реально замедляет рост опухоли, препятствует образованию метастаза, благотворно влияет при расстройствах центральной нервной системы, особенно при возрастных болезнях, это и старческая слабоумие, и болезни Альцдеймера. При патологических изменениях почек печени нормализует обменные процессы, то есть способствует снижению веса. Показанием к применению его является следующее. Лечение злокачественных опухолей, так как обладает мощным онкопротекторным действием, лечение доброкачественных опухолей, кист, миом, фибриом, мастопатии, аденомопростаты. При заболеваниях сердечно-сосудистой системы, включая аритмию и стенокардию. При заболеваниях бронколегочной системы. При бактериальных и вирусных заболеваниях, включая дерпес и уретриты, хламидии, уреоплаза, трикоманеллез, заболевания суставов и костной системы, включая грыжи, остеохондроз, остеопороз, артрит, артроз, полиартрит. При сахарном диабете первого и второго типа. При аллергических и аутоиммунных процессах. При псориазах, ревматоидных полиартритах, волчанках, дерматозах, бронхиальной астме. При сердечно-сосудистых заболеваниях и сосудах головного мозга. При ухудшении зрения и слуха. При болезнях глаз, таких как конъюнктивиты, катаракта, глаукома и так далее. При мигрениях, при расстройстве сна, вегетососудистой дистонии, атеросклерозе сосудов головного мозга. Для улучшения состояния после перенесенного инфаркта или инсульта. При ожирении лишнем весе, ожирение центрального происхождения. При жировой деградации печени. При вирусном гепатите, циррозе печени, жировом гепатозе. При защите от облучения. При радиации лечебного такого, либо какого-то, не знаю, опасного какого-то, когда всякие катастрофы происходят экологически, или там, ой, батюшки, вылетело слово из головы. Но, в общем, при каких-то недоразумениях, типа взрывов фукусимы, нашего чернобыльского реактора и так далее. От вредных воздействий окружающей среды. При старческом слабоумии, как я уже говорила, и болезни альстеймера. При ухудшении памяти, при болезни протенциона. При депрессиях, при стрессовых состояниях, так как активизирует мозговую деятельность и способствует улучшению памяти, и помогает выработать устойчивость к стрессам. Этому грибу приписывают массу волшебных свойств, и люди, принимающие капсулы на его основе, действительно ощущают положительные изменения в организме. Но, как вы понимаете, чудес не бывает. И если у вас серьезное какое-то поражение или заболевание, одной баночкой, конечно, дело не решится. И пить эти капсулы надо как минимум полгода, придерживая здорового образа жизни. При ишемическом инсульте препарат можно принимать сразу. А вот при геморрагическом, через 4-6 месяцев после инсульта. Ну и тайский производитель советует применять 2 капсулы 3 раза в день. Но в тибетской медицине обычно рекомендуют начать с одной капсулы 2 раза в день, за полчаса до еды, утром и в обед. А во второй половине дня прием капсул не рекомендуется, так как они могут вызвать нарушение сна, так как будет повышена активность. Но уже через неделю приема можно переходить на 2 капсулы 2 раза в день, и тем самым доводить употребление до нормы. То есть для полноценного применения необходимо где-то минимум 2, а так 3 банки упаковочки этого препарата. То, что опробовано нами, ну наверное я бы последние 2 года на работе, вот я после всего этого золотого времени ушла на пенсию, так как больше уже не смогла находиться в этом стрессовом состоянии. Но 2 последних года, когда было особенно тяжко, и когда дома вот с мужем были большие-большие проблемы, да и для его восстановления, вот благо помогли эти грибы. Привозили, пили, пили регулярно. Ну и на сегодняшний день я вполне ощущаю на себе улучшения. И такие же улучшения я вижу и у тех людей, и они сами видят и говорят об этом, которым уже привозили мы. И привозили неоднократно, и кто-то повторно и повторно заказывает вот эти курсы. Желаю вам здоровья. Если понадобится, то знаете, что есть такое чудо препарат, не панацея, но тем не менее, это то, что поможет, то, что поддержит, то, что эффективно позаботится о состоянии вашего здоровья. Добро пожаловать на мой канал вновь и вновь. Становитесь подписчиками, чтобы быть в курсе и в центре всех новостей и всего самого нового и интересного. До следующих встреч. До свидания.